Всем привет, ребят, меня зовут Спартак Спартакович, мы снимаем девятый урок, да, по вариантику у нас ЕГшечки профильную решаем, с нами, как всегда, да, сегодня привет, кто? Здорово-здорово, Вадим! Это Вадим, мы сегодня решаем вариантик, так, мы набираем уже 150 лайков легко, давайте мы попробуем в этот раз 200 набрать, если будет 200 лайков, мы выпустим уже, получается, юбилейную десятую часть, вот. Приступаем сразу, идём делать. Чё, первое задание видишь перед собой, всё окей? Да. Поехали, чё здесь? Он же равнобедренный, у него две стороны равны, правильно? Да, да. Между ними угол 10 градусов, это форумы, с того проходили, 1, 2, а на Б... Ну, подожди, это правило в прямоугольном треугольнике только работает. Разве? Да, конечно. Нельзя 1, 2, а на А, Б на синус 30? А как по-другому? Нет. Нет, это... Это бы работа... Подожди. А, вот этот угол 30 градусов. А-а-а. Я понял, о чём ты. Стой, о чём мне... А, я белым маркером рисую, я понял. Да, я думал, вот этот 30... Да, здесь получается по-другому. А как здесь по-другому? Там по 15 градусов будет, да? Ну, только если какой-то к жёсткой тригонометриям. Ну, то есть никак, да? Ну, окей. То есть, сину... Сторона-сторона синус 30, да? Ну, да, здесь я не вижу вообще другого способа. Но эта задачка, скорее всего, просто сделана под эту формулу. Окей. Одна вторая, одиннадцать, одиннадцать. И... Синус 30, это чё? Одна вторая, да? Да, да, да. А 121 разделится на 4? Вроде да. Сколько это будет? Не разделится. Делится. 30 и 25. 30 целых, 25. 30 целых, 25. Ну, тут делится. Нам главное, чтобы десятичная дробь была в ответе. Задание номер 2. Виктора. Так. Виктора. Чё здесь? Поясняй. Делаем вектора, какие нам даны. Просто 0,6 умножаем на первую корзинанту, на вторую. То есть берём вектор А. Давай-давай-давай так распишем. Вектор А. У него будет 2 минус 5. Значит, 0,6 вектор А. Это сколько будет? Это 2 умножить на 0,6. Что там? 1 и 2. 1 и 2. И... 3, да? Минус 3, правильно? Да. Так. Значит, вектор Б. 5,7. Тогда... 1 и 4, да? 0,6... А, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. 1 и 4, да-да-да-да, я понял, что это. Я сначала на 06 умножать. Это что будет? 7, да? Дам. 7... 9 и... 8. Чем? 9 и 8. 9 и 8. Так. И теперь мы делаем скалярное произведение. Поясни, пожалуйста, нашим телезрителям, что такое скалярное произведение векторов. Перемножаем первые координаты. Перемножаем вторые. Перемножаем иксы, перемножаем иксы и складываем, да? Что получится? 1 и 2 умножить на 7. Плюс... Ну, 2, 9 и 8, так напишем. 9 и 8 умножить. От перестановки вместо... Множить ли произведение меняется. Так, посчитаем это все. Если мне какой-то классный человек не будет писать еще ВКонтакте, было бы просто прекрасно. Мамачета. Что-то звук слышно было. Я извиняюсь перед телезрителями нашими, если вы слышали это, пошли ВКонтакте проверять. Что получится? Почти, пожалуйста. Здесь 8 и 4, да? Да. Здесь? Минус... Минус 29 и 4. Минус 29 и 4, да? Получится минус 21, да? Да. Найдите объем многограника А1, Б1, Ф1, А. Так, короче, обозначим... Обозначим буковки. Значит, А, Б, С, Д, Е, Ф. Разделим их на равные треугольники. То есть, типа, как бы... Получается вот так. Получается как? Диагонали... Нет. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. И вот так получается еще, да? Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один с двенадцать. То есть, всего здесь будет двенадцать треугольников одинаковых, да? И нам подходит... Вот это. А что это такое? А это я хреново разделил. Ну, хреново показал, но можно было по-другому. Ну, короче, вот если буквы просто перенести, то это будет вот это, понимаешь? То есть, наш будет занимать два треугольника из двенадцати, понятно? То есть, одна шестая. Вот. Таких треугольников можно шесть писать. То есть, если наша площадь двенадцать, то площадь нашего треугольника А, Б, Ф, да? Ну, или А1, Б1, Ф1 будет два, понятно? Значит, тогда находим объем пирамиды. А1, Б1, Ф1. А это будет треть на два на пятнадцать. Это что будет? Это будет десять, ответ. Понятно? Еще такое небольшое дополнение, что на монтаже я понял, что задание довольно трудное, поэтому попробуйте сами сделать вот это задание, то же самое, что вот я сейчас сделал. Задание перед вами. А мы идем дальше, теория вероятности. Давай, дед, давай, считай. Я пока в камеру так, ой, сейчас я уползу так, бургер заточу вот так. Пока никто не видит. Опа, перекус. Репетиторачек. Ау. Так, ну пока что это не где-то там. Такие задачи решаются как... Ты просто из большей вероятности вычитаешь в меньшую. Нет. Не надо так делать. На опыте смысле. Верно решит больше девяти. То есть восемь и девять задачек у нас есть. Девять. Восемь. Здесь типа в сторону семи, здесь в сторону десяти. Вероятность того, что на тестировании по математике верно решит больше девяти задач? То есть вот так вот. 0,63. Тогда вот это будет? 100 минус 0,63. То есть там 47. Да. 0,37. Ну я почти угадал. Вероятно, что он решит больше восьми. Больше восьми. Понизу, понизу давай, чтобы не пересекалось. 0,63. Ой, 0,75. Значит. 0,25. А нам надо... Здесь разница будет, да. Здесь будет разница вот между вот этим и вот этим. 0,12. Ну в целом да, но не говорю, лучше не делать так, как ты. Просто типа одно из другого вычитать. То есть понятно, да? Если вот это 0,75 и вот это 0,63, то весь... А все оставшееся это вот это будет. Понятно? От восьми до девяти. Так нам же ровно девять нужно. А, ровно девять задач. Как это? Ну так это... А, это и будет оно. То он же не может решить типа восемь с половиной задач, понимаешь? Это больше восьми, как бы. А это больше девяти. То есть если больше девяти, 0,63, значит все остальное перекидывается на девятку. Вот сюда. Просто, ну я в виде интервалов здесь нарисовал. Ну а интервалами тут не можно, потому что это целое количество заданий. Поэтому вот это как раз и будет 0,12. Деды. 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 Так. Чё делаем? Сразу пусть будет десять тысяч дедов. Десять тысяч человек. Людей. Так. Здесь пенсия будет. Окей. 46% взрослого населения мужчины. Это получается у нас 4,600. 4,600 человека. То есть 10 тысяч умножить на 46% будет мужики. Пацаны. Получается женщин 5,400. 5,400. Это женщины. Ну или девушки. Ну или пацанки. Ну зависит от того. Но не важно. Так. Далее. Пенсии десять... То есть пенсии тысячи человек, да? А, причём доля пенсионеров среди женщин. То есть... Не, не, погоди, погоди. Вот, пенсионеры составляют 7,7 взрослого населения. То есть пенсионеров всего 770. 770. И женщин среди них 540, да? Здесь поясню. 5,400 умножить на 10%. Да. То есть всего женщин 5,400. 10% из них пенсионеры. Поэтому 540. Значит, мужиков... Мужчина ставится 230. 230. Вопрос. Какой надежда, что выбранный мужчина является пенсионером? Значит, всех пенсионеров мужиков... Это мужик... Пенсия... Мы делим на 4,600. Это просто все мужики. Все мужики. Получим... 23 на 4,600. Это что? Это одна... Одна двадцатая, да? Это 0,05. Да. Первый как будем решать? Что-то страшное снимать. Так, первая... Восьмерку заменим. Еще, как мы назовем... Одна вторая в степени минус 3. Да. Угу. Ну, можно было сначала представить как... Я тут поясню для наших телезрителей. Можно было сначала восьмерку представить как 2 в третьей в степени x. Угу. А потом... Перевернуть дробь. Перевернуть дробь. Будет одна вторая в степени минус 3x. Приравниваем степени. Хриксы налево. Хриксы равен полтора. Здесь лоджарифмы. Есть ли какие-то идеи у тебя? По-любому он решается легче, чем я думаю. Но как будто бы можно сделать вот этот прикол с тем, что... Заменить основание. Да. Понимаешь, какое основание где будет? Нет. Ну, вот тебе подсказка. А, везде будем делать основание 13. Ну, нет. Просто у тебя... Да-да-да. Ну, типа, это у тебя подсказка просто какая будет формула. То есть, как бы, если 13 здесь, то как бы в основании будет 13. Короче, будет логарифм 13.2 плюс логарифм 13.05. Понятно? Угу. Формула звучит так, если что. Логарифм А. Логарифм АБ делить... На логарифм АС получится логарифм СБ. Вот так вот. То есть... Угу. Как бы то, что в числителе, она идет в итог. То, что в знаменателе, она идет в основание. Вот. Таблички по формулам, все это и есть. Так вот. Да-да-да. Вот это вот... Присложение логарифмов, что происходит? Числа перемножаются, да? Аргументы перемножаются. Будет 13.1. Получится ответ 0. Понятно? Ага. 13 в... Любое число в нулевой степени, это единица. Так. Изображен обычный график. Определите количество точек, которые касательные графику функции, параллельно прямой у равно 14. Ты иногда даже не понимаешь, что это значит. Да? У равно... Ну, это ж... Не, я не понимаю. Вообще, понимаешь, что такое график Y равно 14? Наверное, типа как KX? Нет? Нет. KX это прямая вот такая. Ой. Он на какой-то... Ты сейчас видел? Это фотошоп, ребята. Это мы не поддерживаем. Это все фотошоп был. Вот эти две... Там из одной прямой исказительная такая получилась линия. Надеюсь, вы не видели это. Так. Может вообще никто не понял? Кто понял, тот понял. Так вот. Допустим, вот это 0. Аккуратненько сейчас вот так вот. Так. Допустим, вот это 14. Так что такое будет Y равно 14? Просто прямая, которая через 14 проходит? Да, это просто вот такая прямая, понимаешь? То есть она не имеет коэффициента. Это просто прямая параллельная оси X. Понимаешь? Это минус 14, да? Да без разницы. Хоть плюс 14. Они все равно все одинаковые будут. Окей. Ну просто... Ну да, да, да. В целом 14. Просто, ну... Не важно. Ну я понял. Так вот. Где у нас... То есть касательная графику параллельно прямой... То есть... То есть... Это вот здесь. Вот в этой точке. Это вот здесь. А! Отсуждаю! Да что ж такое! Вот здесь вот. Да ядерно еще хуже! Извиняюсь. Да все! Хватит! Я правда, это не в шутку делает. Просто, да. Так вот. А что нам нужно? А, ну все, да? А в принципе количество точек получается... Раз, два, три, четыре, пять. Все понятно? Пять точек. Я ничего не понял. Смотри. Вот. В каждой точке у нас есть какое-то значение... Значение графика, понимаешь? То есть либо он идет вверх, либо идет вниз, либо он нулю равен. Понимаешь? В каждой точке. Вот, например, здесь одно, здесь другое, здесь третье, понимаешь? Вот здесь... Вот у нас в Y равно 14 коэффициент равен нулю, понимаешь? Да. Он не двигается никуда. Вот коэффициент равен нулю на вот этом рисунке. Он только вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь. То есть в экстремумах, понимаешь? Да, где... Потому что здесь он убывающий, то есть минус. Здесь он возрастающий плюс. Единственный, где он равен нулю, только в экстремумах, понимаешь? Да. на 10 и понятно вот что такое имелось ввиду игрек равна 14 да 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 не совсем прямая параллельная прямая параллельность x вот так вот только без да задаем номер 9 так выписываем буковки т2 у нас 276 все кпд так понимает вот это н . да это типа у нас будет 25 процентов 5 окей это x поехали под формулу под сделать типа сейчас вот так вот так надо было сделать теперь типа делим на 100 будет 0 25 первых равно x минус 276 немножко физика пригодилась квадрат жизни я знаю что кельвина не бывает отрицательные потому что это 0 по кельвину это типа но самая низкая температура который там почти нельзя добиться 0 там в вакууме только так вот крест-накрест получится 0 25x тем если я физик уже блин 10 лет не не изучал можете этому же устаревшие данные какие-то говорю x и направо числа налево получается 0 ну то есть 0 75 x равно 276 умножим на на 4 и поделим на 3 возьмем калькулятору то что я ленивая козлина лайкусер пока поставьте пока я в калькуляторе считаю так делим на 4 и умножить на 3 207 будет понятно ну то есть и x равен 207 здесь там другая цифра была как решить задачку с трубами через таблицу то есть только 1 2 то есть совместных нету 1 труба 2 труба так все нужно тем сколько литров воды первая труба то есть это скорость если резервуар объем 180 литров на 8 но дольше 2 труба 1 труба пускать на 8 литров воды меньше значит x плюс 8 8 оба резервуара 180 верно тогда это 180 делить на x это 180 делить на x плюс 8 чудно только 8 минут прочитать задание пожалуйста чел я пока поим бургер а за него заполняет на 8 минут дольше чем 2 труба ты можешь с вопроса начать читать сколько литров воды в минуту выпускает первая труба это первая труба на 8 минут дольше заполняет это время понимаешь да где цифра времени будет больше здесь или здесь слева почему знаменатель чем больше знак тем меньше дробь какой знаменатель прочитай пожалуйста задание чел вопрос прочитай она потому что она заполняет на 8 минут дольше на 8 минут дольше то есть здесь цифра больше понимаешь больше здесь например 108 здесь 100 понимаешь значит как мы должны записать время первого что больше чем здесь стоит секунды здесь на 108 до здесь 100 значит как поставить между ними знак равно больше 108 больше как между ними поставить знак равно дядь слушай пожалуйста мой вопрос а выкинуть восьмерку надо как-то из кого слева из первого вычесть 8 8 понятно либо ко второму добавить было плюс 8 понятно теперь свой теперь все это подставляем и считаем 180 делить на x минус 8 180 делить на x плюс 8 минус 8 налево это направо общий знаменатель делаем сегодня не поленюсь это сделал кстати прошлый пример я когда сказал что там сложный знаменатель будет он оказывается очень легко в итоге решался надеюсь здесь также так его справа продолжим 180 на 8 сколько будет 1440 и все это домножим на знаменатель будет 8 x квадрате плюс 64 x на 8 она все делится должно скорее всего ну да делится все это будет исподелить на 8 логично молодец а терема вето дискриминат решать а где я не буду восьмеркой но это 8 и 10 это 18 и 10 плюс 18 и минус 10 отсюда ответ будет 10 понятно до 2 3 будет минус 18 отрицательно не может быть скорость она это векторная величина идущие заданием ну можно конечно сказать что это можно конечно что это полтора но это не точно будет но типа по хорошему так делать не надо то есть два способа точной и не точно не точно это сказать что и а x нулевое равно полтора а скорее всего в 95 процентов случаев у нас ответ будет верный но скажи чему все равно 2 чем а ц равно 22 так давай берем две точки 0 и 20 и не может что еще раз 1 0 и 2 0 ну давай хорошо все получится а подождем не ну можно можно окей что получится 0 равно а квадрат а просто нет никого квадрат мы не представляем единицу плюс b плюс 2 здесь будет 0 равно 4 а плюс 2 b плюс 2 чик можно сверху домножить на минус 4 и у протяжки 0 на минус 2 2 2 равно минус 2 равен нулю а равно единице это это же 2 минус 2 свой малыш и заметил хорошо то бишь обкипался так тогда игрек равно x в квадрате минус 3 минус 3 x плюс 2 можно было знаешь как еще сделать это сейчас заметил по теореме виета потому что тут два корня видно то есть смотри я от я читаю на не обратил внимание x 1 у нас единица x 2 у нас двойка значит это y равно x минус 1 на x минус 2 понимаешь то есть это теорема виета вот она 1 и 2 можно было так сделать ну это при условии что а равна единице ну но тоже такое проскрыли бы скобки получилось y равно x в квадрате минус 3 x плюс 2 вот то есть можно было это не делать угаре можно было первоначально сказать что это это не крутой способ это нас ну типа ну да типа лучше все способы знали вот если все способы знаешь что можешь разные применять типа можно было горю вначале в самом сказать что x вершина ну типа x вершина это это полтора то есть три вторых получим три вторых это на минус b делить на 2 а получим 6 а равно минус 2b отсюда b равно минус 3 а вот и потом подставить и под любую точку и найти значение можно было с этого стартануть можно было с этого стартануть можно было сказать вначале что а равно единице потому что типа тут он типа 22 1024 много способов разных есть через точки вот он самый долгий но сам самую точно если ты вот особенно ничего не знаешь по графике поэтому что подставляем подставим что будет y равно 9 минус 9 плюс 2 а 9 плюс 9 плюс 2 вот так 20 будет а он не может быть вверх идет типа там выше точная шестерки будет как он может быть двойки равен поэтому ответ 20 до двойка сносит но давай распишем для начала дача там же минус до между скобками на или плюс плюсом а форму я не помню это мой ученик стать без 2 тебя не не мне он там плюс если я не ошибаюсь так значит это без производной это с производной получим 2 на x минус 5 на е в степень x минус 7 плюс только здесь без производной на x минус 5 ну я распишу x минус 5 на е в степени x минус 7 вынесем общий множитель общий множитель это будет е в степени x минус 7 общий множитель будет x минус 5 и общий множитель будет 2 а все стоит 2 на x минус 5 вот так вот чем право вот она это слева ты же говоришь общий множитель вот смотри вот общий множитель и вот общий множитель это общая скобка мы выписываем а все остальное идет другую скобку получится получится x минус 3 ответы у нас будет 35 знаки плюс минус плюс больше меньше до 7 марта максимум это минимум нам нужно максимум ответ 3 кик ты так ну можно было если вот эти сложно ваггруппировать можно было раскрыть по 10 скобочку да вот здесь раскрыть скобочку видеть раскрыть скобочку все это закинуть вот сюда в одну пересчитать все это вот здесь вот и у тебя получилось бы два ответа то 35 и потом типа их напрямую вот так вот сделать можно было так мне в подлотим сниматься я знаю что-то метод группировки им не им пользоваться Выписываем просто общую скобку. Вот она, красненькие подсвечены. Все остальное у нас идет в другую скобку. Вот это. Все суперэлементарно, все очень интуитивно. Вот она, 2 плюс x минус 5. Мы переходим ко второй части. У нас тригонометрия. Так, нашим телезрителям все видно. Да. Приступай. Что будет? Синус x на косинус пи на 3 плюс косинус. Косинус x плюс синус. А, ну ладно, у нас по-другому писали. Ладно, косинус x на синус пи на 3. Плюс 2 на косинус равно 2 плюс корень из 6, косинус x. А, посчитаем. Жаль, что мне все это вручную переписывать надо. Здесь будет... Одна вторая, по-моему. Да. Здесь корень из 3 на 2. Здесь все то же самое, не буду переписывать. Получим. Корень из 2 синус x. Здесь корень из 6 косинус. Плюс 2 косинус в квадрате. Равно 2 плюс 6 корней. Кобку раскрыли. Что? Это так скобку раскрыли? Да, корень из 3 на корень из 2 будет корень из 6. 2 делить на 2 будет 0. Ну, в смысле, 1. Получилось корень из 6. Тема раскрытия скобок 5 класс. Бас, бац. Все кидаем налево. Будет 2. 2 косинус в квадрате. Плюс корень из 2. Синус x. Синус минус 2. Переведем косинус в синус, да? Это будет 1 минус синус в квадрате по основному тригентрическому тождеству. Да, переписывать, конечно, вручную, это очень долго. Получим 2 минус 2 синус в квадрате. Плюс корень из 2 синус x. Минус 2. Равен нулем. Замена. Делим на минус 2. Ну, будет минус, минус. Ну, да, можем. Хотя, там корень из 2 на 2 будет. Наверное, ладно, не будем. Окей, оставим. Просто на минус 1 поделим тогда. Получим 2 синус в квадрате минус корень из 2 синус x. А, здесь 0 будет, да? А, тогда все проще намного. Так, чьи-то за фигня, можно это? Те, властик. Как будто этого не было. Ну, это вот здесь еще, допишите там. Так, и это тоже. Да, уберись ты. Так, выносим синус. Че будет? Ну, можно 2 синуса вынести, да? Будет синус на минус корень из 2 на 2. Правильно, понимаешь, да? Равно 0. Отсюда синус x равен 0. Че? Я двойку. Понимаешь, да, я говорю, да, двойку вынесли, поэтому корень из 2. Да, окей. Синус x равен 0 и... Синус x равен корень из 2 на 2. Ну, это равно 0, перекидываем минус корень из 2 на 2, будет корень из 2 на 2. Решаем тригоуравнение. Здесь будет что? Синус 0. Это 2 пен, где он принадлежит Z. Икс второе, это пи плюс 2 пен, где он принадлежит Z. А корень из 2 на 2 пен, 4? Да. Плюс 2 пен, где он принадлежит Z. Так, пункт А. Пункт Б. Отметим на координатной окружности, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот это все пишем. Время сиренево. Так, рисуем. Пытаемся создать окружность. Ну, что происходит, а? Почему он автоматически единичку не ставит? Так, а что у нас? Минус 3 пи слева. Минус 3 пи слева, вот здесь вот. Минус 3 пи на 2 сверху. Минус 3 пи на 2 сверху. Идем как? Против часовой. Молодец. Проводим из синуса. У нас будет 0, да? К сожалению, пунктирный не смогу. А право будет 4 пи, правильно? Что? Справа будет минус 4 же пи? Минус 2 пи. Мы идем от меньшего к большему. То есть здесь будет больше. Вот у тебя прямая. Вот у тебя минус 3 пи. Мы идем в большую сторону. Вот у тебя 0. Значит мы идем в минус 2, минус 1 будет. Самая маленькая это вот эта. Минус 4 больше. Ой, в смысле минус 4 меньше, чем минус 3. Но мы не можем идти в плюс. Поэтому. Что у нас за точки будет? Будет точка вот эта. Будет точка вот эта. Это где 0. И вот здесь вот. Корень из 2 на 2. Вот здесь будет выколотая. Минус 2 пи плюс пи на 4. Минус 2 пи плюс пи на 4. Молодец. Отсюда ответ пункта б. Минус 3 пи. Минус 2 пи. Минус 7 пи на 4. Все понятно? Да. Удивительно. Я на одном листе все смог расположить. Это победа. Слушай, но за это лайкусера, по-моему, надо поставить. Но я реально старался вот эту всю огромную фигню с синусом суммы здесь все вот так вот на один экран поместить. Но лайкусера, по-моему, заслужил. Чуваки, нет? Ну, как сами знаете. Это поздно было вообще. Но ближе к середине уже легко. Да, да. Вот как я увидел, что 2,2 сокращается. Я думал, что там квадратное уравнение какое-то кривое будет. Вот как вот здесь получилось. Здесь сразу все изи. Это было сложно только синусом привести и вот после него скотки раскрыть. У нас 5 минуточек, и мы идем неравенство. Надеюсь, что мы что-то быстренько сейчас успеем навалять. Так. То есть, да, 7. Я вообще не помню, как их делать. Так. Ну, у нас основания одинаковые. Это уже радует. Можно вот здесь троечку вынести. Здесь 36 вынести. Надо пояснять, как или нет. Давай поясни, я ничего не помню. Логарифм 6. Тебе нужно логарифм 6. Вот второй раз за сегодня уже по логарифмам косячишь. Это логарифм 6. 36 плюс логарифм 6. Сейчас абсолютно стриме видно. Да. То есть при сложении логарифмов их аргументы перемножаются. Я в обратную сторону это сделал. А вот это просто 2 будет равно. А, 2. Это будет 2 и... Получится логарифм 6х плюс 2 минус 1, да? Будет просто плюс 1. Понятно? Да. Снизу. Логарифм 6. Логарифм в квадрате 6х минус 3. Логарифм 6х. И просто замена. Что тут делать-то? Логарифм 6х меняем на букву Т. Т плюс 1 делить на Т квадрат минус 3Т. Все. Что здесь делать-то? Это вообще не пример. Ну, типа, вообще не пример. Снизу только единственное. Вынесем Т-шечку. Будет Т-3. Дело метод интервалов. Так, 0 и функция будет... Минус 1. Закрашенная. 0 выколотая. Понимаешь, почему выколотая? Потому что снизу знаменательнее. Да. Нам подходят знаки 100. Будет плюс. И они будут чередоваться. Минус 100. Будет минус. Нам подходит плюс. Отсюда. Можно двумя такими... Написать вот такими двумя двойными неравенствами. То есть Т от... От 0 до минус 1. Т... А, и Т больше 3. Вот так. Подставляем. Меняем обратно. Да. Получим... Логарифм 6x меньше 0. И... Меньше... Но... Меньше минус... Больше минус 1. И логарифм 6x больше 3. Держи, я shift увеличил. Минус 1 как мы можем представить? 1, 6. 6 в 1, 6. То есть... 1, да, по-моему... 6, 1. Так, а тут 6 в 3 степени не помню сколько это... 2,16. Вот так. Убираем логи. Будет 1, 6. Так как основание нормальное, да? Нищу там не крутится. Все нормально, да? Убираем логи. А если было бы, мы бы вот это задавки и думали проще. Нет. Мы бы поменяли знаки у неравенства. Если было бы отрицательно убывающий логарифм. Здесь x больше 216. А... Ну... А, стоять! Я сначала думал, что... А здесь 36... Значит, смотри. Сейчас запишем. 36x еще, да? Закинем сюда. Вот уже. Да. Во-первых, мы... Да, запишем системку. Пишем. 36x больше 0. А, не-не-не-не-не. Она не повлияет. Не-не-не-не-не-не-не. Там выйдет x. x больше 0, x больше 0, x больше 0. А у нас и так все под УДЗ подходит. Вроде так. Ну, просто на 36 делим будет x больше 0. x больше 0. А у нас и так будет все x больше 0. Поэтому ответ от 1, 6 до 1. Единственное, там, по-моему, какая-то закрашенная точка была. Я где-то прокосячил, да? Минус 1. Вот здесь вот, извиняюсь. Вот тут. Вот тут. Вот тут. Да. 1,6 квадратная до единицы круглая. А 216 круглая до плюс бесконечности. x принадлежит. Понятно? Да. Так, к сожалению, у нас уже осталось ровно 0 минут. И мы как-то на сегодня на этом закончим. Вот. Ну че? Ну че? Ну че? Ну че? Мы будем посвятить только второй части. Вот. То есть мы первую часть... Я, возможно, выберу прям буквально одно-два задания, и мы сразу перейдем с тыгонометрией. Уже неравенство будем, геометрию там, вот это все будем решать. Если вам нравится такой формат, лайк-устер оставьте, скажите. Давайте только вторую часть. Первая надоела, уже слишком изи, мы и так уже все 70 баллов набираем. Вот. Напомню, 200 лайк-устеров и следующая часть. С вами был Спартак Спартакович, и... Вадим. И Вадим. Все. Всем, чуваки, давайте, пока. Увидимся. Балдеж. Субтитры создавал DimaTorzok